Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Обсудим с вами стрим прям-таки по полочкам. Значит, Уралочка, не успев появиться в эфире, закричала «Ура! Мы в эфире!» Конечно же, конечно же, ура! Халява же началась. Сафарчик тут же подбежал на помощь и начал помогать настраивать новый телефон. Телефон же новый, и Олюшка у нас никак ещё пока не разберётся в нём. Да, и отмечу, что уже новый чехольчик на новом телефоне. До этого был прозрачный. Значит, и говорит, спонтанненько, как всегда, вышли. Просто взяли раз и вышли. А у Уралочки всегда всё спонтанно. И понеслось, ребят, здрасте, здрасте, здрасте. И приветы, да, пачками, просто пачками. И, как всегда, ребят, сидела и читала по слогам, путалась в комментариях, которые она уже читала, которые не читала. И, значит, рассказывает нам про закатки. Что у неё уже якобы столько закаток забирают, да, и забирают в Уфу. Представляете? Чуть ли не все закатки заберут. И я так подумала, и мне так стало обидно за Уфу. Ну, неужели женщина совсем ничего не умеет делать, что заказывает у Уралки закатки? Прям вот правда стало обидно. Я настолько люблю Уфу, что вот прям мне как-то не по себе. Как же так прожить жизнь, да? Ну, не то чтобы часть, скажем так, жизни, да, и не научиться закатывать и ждать от Уралки. Кстати, сначала она читала без очков, я вам скажу. Но всё равно, когда читала, было заметно, что она часто моргает. Где-то у неё там всё равно лоб подёргивался. И говорит, вот кто зайдёт на эфир и будет нам счастьем. Да, именно так. Ну, конечно же, а как же счастья не будет? В эфир зайдут, на эфир, вернее, куралочки, задонатят, и действительно будет счастье. Не только в донатах, но ещё в просмотрах, да. И с новым телефончиком всё никак не разберётся. И главное, молчит, ребят, что купила новый телефон. Хоть бы уже похвасталась, но молчит она у нас как партизан. Значит, говорит, ей написали там комментарий, что Оля якобы умничка там отвечает на все вопросы в чате. А она говорит, что да, я стараюсь, стараюсь отвечать на все вопросы. Но ведь люди же интересуются, и нужно же отвечать. Да, да, так отвечает, что половину комментов там исчезает. Просто исчезает. Дальше про здоровье. Типа, ну, задали ей вопрос, как её здоровье, как там она чувствует себя, и говорит, стало полегче. То ли, говорит, от лекарств, то ли от того, что вес сбросила. Ребят, что там она сбросила? Ну, что там она сбросила? Даже если поверите ей, но я не верю, сразу скажу, что она там сбросила с тех 7 килограмм, то, слушайте, она почувствует это ногами. Я вас умоляю. Ну, слушайте, а Сафар сидел и ржал с неё. Ну, потому что понимает, понимает, что никакого похудения нет. Поэтому и ржёт. Хотя, если честно, он по делу и без дела постоянно ржал. А Оленька, оказывается, у нас говорит, что аппетита у неё нет, и есть совсем не охота, только одну водичку и пьёт. А от водички, походу, пухнет. Ну, и, ребят, знаете, что я услышала? У нас, у Уралочки, или это по-уральски, слушайте, ну, напишите мне кто-нибудь с Урала, неужели там так говорят, или хотя бы похоже, говорит, стиральная машина. Ребят, ну, всяко слышала я уже от неё. Но чтобы стиральная, я ещё не слышала нигде. Ну, и также писали тучные, как Уралочка сказала, женщины тучные, там какая-то женщина себя назвала, что смотрит и любуется нарядами Уралочки, и прям вся обзавидовалась, что Уралочки такие шикардосные наряды, я, насколько поняла, те, которые шьёт Уралочка. Ну, не знаю, тут скажу, на вкус и цвет товарищей нет. Может, кому-то они шикарные, как по мне, то точно нет. Ну, и дальше вопрос был про квартиру, что якобы планировали квартиру купить, и Уралочка, значит, пояснила, что квартиру планировали обменять. То есть, когда продаться мамина квартира, свою обменять с доплатой. Да. И, значит, представьте, ребят, я так задумалась, думаю, эта женщина, прожив 53 года, в своей жизни сама ничего не заработала. Квартира, вот эта однушка, дедушкина, далее мамина, там, двушка, и тоже, считай, если даже она будет расширять жилплощадь, то, получается, тоже не за свой счёт, да, не за заработанные деньги расширять. И вот она будет сидеть и такую деловую себя строить. А что ты в жизни заработала сама? Ну, только что походу на еду, на желудок. Ну, и ещё, наверное, на алименты. Ну, скажем так, алименты, потому что сафар же, как ни крути, деньги детям переводит. И на алименты сафаркины, хотя сафарчик у неё не работает, приходится Олюшке платить. И на еду, да. А больше, ребят, ну что они купили? Ах, нет, они прикупили две камеры. Причём у них у каждого своя. Был вопрос такой относительно камеры, какая у них камера, или они снимают на телефон. У них две камеры, вот так вот, ребят. У некоторых блогеров нет камеры. Ну, они, в принципе, не то, что не могут купить, а справляются, допустим, качественным телефоном, да. А у этих двоих, у этой парочки, и телефоны крутецкие, да. И ещё у каждого по камере. А вы донатьте, да. А вы побольше донатьте денежек этой нищей парочке. Дальше сидела и всё бубнела на сафара, что он там клеёнку в трубочку закручивает. И вот она-то его и заставила взять семечки. И он сидел, слушайте, как бабка на лавочке. И это так некрасиво сидеть, плевать эти семки, этими лупинками, шелухой этой от семечек, где-то в зубах ковыряться. Я уже об этом говорила. Фу! Фу! И ещё раз фу! Кстати, чесался он, как всегда. Я не знаю, это нервозно или что это, постоянно себя раздирать на стриме. Это однозначно, что уралочки хлопают глаза, да, дёргается лоб, так у этого чёс. И вот уралка поэтому ему и всунула походу эти семечки, да. Ешь, раз некуда руки девать, сиди, хоть ковыряйся в них, да не занимайся ерундой. Хотя, блин, семечки не выход, потому что сидеть и есть семечки в прямом эфире, это неуважение к зрителям. После того, как написал кто-то в чате, что как купить билеты, да, якобы на стрим Уралки, она сказала, что билеты мы не продаём, но деньги на подарочки принимаем, да, принимаем. Ну, хоть на какой подарочек? Хоть на семечки, да, на семечки, на шоколадки деньги переводили. Ну, и говорит, Дуня у нас как колобок, говорит, есть в кого. И, слушайте, это такое чувство, когда она говорит, что Дуня как колобок, якобы такая, как уралка, да, и у неё это такая гордость за свой вес. Вот поэтому, ребята, она и не хочет худеть, потому что ей нравится, ей нравится кишкоблудство, обжорство, она привыкла к своему весу, и ей ничего не хочется менять, да. И ещё чуть-чуть про камеру. Как она сказала, что у них якобы по камере у Оли похуже чуток, у Сафара вообще там крутая, и она говорит, что решили вложиться. Не вложиться, опять же, вложиться. То есть вложиться по крупному. Ведь это такое нужное. Нужное, ребят, две камеры нужные. Лекарства и здоровье нужно, походу, подписчикам, да, у Ралкина. А им, ну, нужны были камеры, да. И чё тут? Нормально. Хомяки накидают кто на семечки, кто на шоколадки. Глядишь, кто-то на мясо и красную рыбу. И нормально, ребят. Они так будут спонтанненько-спонтанненько выходить в стрим и, слушайте, ловить донаты. Кстати, я вам скажу, что Сафарчик был не очень довольный. А знаете почему? Потому что в чате было как-то маловато людей. И, походу, в сравнении с другим прошлым стримом, то и деньги залетали, видимо, как-то слабо. Дальше, ребят, дальше спросили относительно прописки, да. Прописан ли Сафар в квартире Оли или нет? На что Сафар говорит, там, на остановке прописан там. Или чё он там забубнел? А Оля говорит, конечно, прописан. Он же, говорит, мой муж. Но, говорит, квартира принадлежит по документам Оли, потому что это как дарственное, это подарок. Ну и что, Оля, это квартира дарственная. А дальше, когда будет обмен, это уже будет совместно нажитое имущество. Да, и многие, многие об этом писали, и многие говорили об этом, предупреждали Уралочку. Но любовь затмила всё. Она так любит Сафара, так любит Сафара, что просто не видит ничего. Не видит ничего, и, мне кажется, она всё готова отдать ему, да. И не задумывается, не задумывается, что может быть, в конце концов, какой-то подвох. Дальше там говорили уже про знаки Зодиака. И Уралка говорит, что она родилась в год собаке. И так и есть, говорит, что она как собака, говорит, пока её не зацепят. Она добрая и пушистая. Ну и если вдруг зацепят, то да, Лайт получается как собака. И потом снова наехала на Сафара, что он сел прямиком на стриме. Видать, ему уже надоело, донаты не приходят, людей мало. И он просто уже решил, да, в телефоне посмотреть видео там какие-то или новости про политику. И тут Уралочка на него наехала. Что, как это так, вести себя, да, так, на стриме? Ну, про карту тоже часто вспоминали, потому что там в чате писали. И поэтому, походу, когда вспоминали про карту, то тут же донатили. И дальше был в чате вопрос, что почему Сафар не приглашает Уралочку на родину? И, значит, Уралочка говорит, ну как это не приглашает? Она приглашает, приглашает, и родня приглашает. Ну, у Сафара там дела, поэтому в этот раз не получится. Всё она прекрасно понимает. Всё она прекрасно понимает. Но тут она решила ещё дёрнуть Сафара, ну, чтобы он подтвердил. Да, Сафар? Да, Сафар? А тот Сафар даже не слышит. Он находится где-то в своём, да, облачке. Чё-то там читает, чё-то там смотрит. И плевать ему, что она у него спрашивает. А она так хотела, так хотела, чтобы он тоже ответил. Да, Олюшка, тебя там ждут с распростёртыми объятиями. И я очень хочу, чтобы ты поехала. Но я помню стрим, когда зимой, по-моему, спросили у Уралочки, что якобы, почему она не поедет с Сафаром. И как он заржал. Он просто ржал и не мог остановиться. Лишь по той причине, что сам прекрасно понимал, что это смешно и, в принципе, это невозможно. И я не думаю, что в следующем году Уралочка туда попрётся. Потом кто-то написал, что, ой, кто из Питера, кто из Питера. Ну, Уралочка же рассказывала, как она хочет поехать в Питер, какая у неё мечта, да, чтобы там ещё был мотоциклик, на который бы она уселась там и ездила, рассматривала достопримечательности. Ну и написали, типа, ок, может кто-то есть, кто поможет организовать экскурсию Уралочки. Да, и ещё денег надонатить на экскурсию. И вообще будут просто как пираты. Вот я думаю, что Оля смотрит пиратов, Сафарчик тоже смотрит. Думает, что такого? Ну, что такого? Ведь тоже можно бесконечно ставить карту, вылазить в стрим, собирать деньги и на просмотрах стрим три часа. Ну, этот раз был чуть короче, ну, почти три. И на трёхчасовом стриме тоже урвать за монетизацию, плюс и донатов насыплют. Ну, почему нет? Нет, я говорю, почувствовали конкретненько так вкус халявы. А дальше, ребят, показали опять свою озабоченность и голод, когда заговорили про хрен. Ребят, Сафар ржал так, что я ещё ни разу не слышала от него такого смеха. Это ж, слушайте, это какой голод испытывают. Вы сами понимаете в чём, что у них, знаете, вот всё представляется. Помидоры, огурцы, морковка, хрен. Говорит, стоит хренище и ржут, как лошади. Ну, слушайте, это уже и говорит о том, что, ну, в плане, сами понимаете, каком они действительно изголодались. В общем, ну и как-то так вот. Стрим, да, как обычно, скучный, скучный, потому что хвалебные оды, привет и привет, и диета Олюшка похудела. И, кстати, заметила, что Сафар он сидел сбоку, чтобы Оля была как-то вот в центре и старался не передвигаться туда, чтобы не нарушить то, что он выстраивал, чтобы Оля вот в кадре именно выглядела такой худенькой-прихуденькой. Ну, в общем, как-то так, ребят. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, и я хочу сказать, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Ребят, мы с вами все разные, воспринимаем ту или иную информацию по-разному, и это нормально. В общем, я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, прежде чем с вами попрощаться, я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю всем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok